МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 24 октября. В студии работает Андрей Тен. Итак, куратка о главных событиях. Автотрассу Караганда-Астана предстоящей зимой будет чистить от снега в два раза больше техники. Областные власти намерены решить проблему снежных заносов. Все отопительные котлы в поселке Шахан находятся на безопасном расстоянии от жилых домов. На обустройство котельных было потрачено 80 миллионов спонсорских тенге. Университет исламской культуры Нур-Мубарак будет готовить квалифицированных теологов для Карагандинского региона. В рамках республиканского молодежного форума был подписан соответствующий меморандум. А теперь подробнее об этих и других событиях. Предстоящей зимой чистить автодорогу Караганда-Астана от снега будет в два раза больше техники, чем в прошлом сезоне. Таким образом, областные власти намерены решить проблему снежных заносов. Эта тема обсуждалась на аппаратном совещании в областной администрации. Участок дороги из Караганды в Астану в районе станции Анар уже сейчас вызывает опасения у карагандинских чиновников. Дело в том, что в зимнее время там часто образовывались снежные заносы, из-за которых добраться из областного центра в столицу было невозможно. С зимнего задержания на дворе дороги на двору трассе. Проблемы участка у нас в карагандархах станции Анар где металл восстанавливал объезд на Сократе. В прошлом году была проблема, к сожалению, в мире не приметы, конечно, у колоссовка на протоколах было. Но в связи с нестабильной ситуацией с у колоссовкой на протоколах и с тем, что там построено ДЕО было, а в дизайн-то уже есть новое ДЕО. Поэтому мы его разрешили, но ДЕО пустой стоит, и одной техники там нету. Поэтому мы видим, что там опять возникла ситуация с тем, что видимо, у сутка не стоят, и здесь машина остались. Решить эту проблему руководство компании «Казахавтодор» планирует привлечением дополнительной техники. У «Казахавтодора» сейчас арендует 30 единиц техники дополнительного будут арендовать именно на этот участок Кемертал, которые будут действовать. Они будут поспособлены в Карагаре, в Шагандах и в Астагарах. И плюс 11 единиц техники самого «Казахавтодора». Этого достаточно? Я думаю, что в прошлом году. Закон, что ли это было в прошлом году? В прошлом году было порядка по всей миссии. И не справляли. Не справлялись? Не справлялись. Все, по этому 30 плюс 11. Да, 30 плюс 11. Кроме того, по всей области установлены снегозащитные заграждения общей протяженностью 8 километров. Аким Карагандинской области и Кирлан Кушанов распорядился вести постоянный контроль над состоянием автомобильных дорог республиканского значения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Ахимате Карагандинской области представили нового руководителя управления образования. Им стал Есенгазы Имангалиев, сменивший на этой должности Асхата Аймагамбетова. Есенгазы Нуртулеуович Имангалиев с 1984 по 2001 год работал преподавателем, заместителем директора, затем директором профтехучилища в Балхаше. В 2001-м возглавил управление образования Карагандинской области. С 2013 года занимал пост вице-министра образования и науки Республики Казахстан. С мая 2016-го до нынешнего назначения работал управляющим директором Назарбаев интеллектуальной школы. Нового руководителя управления образования на аппаратном совещании представил глава региона Ерлан Кушанов. Он подчеркнул, что Есенгазы и Мангалиев имеют большой опыт работы в сфере образования. Я лично пригласил Есенгазы и Мангалиев, в свою очередь, в Санкт-Петербурге. Поэтому давайте благодарим и нажимаем на это, что дальше, уверен, что тот, который вы провели в центрах на Санкт-Петербурге, позволит внести в новости дела и в нынешнем. Прежний руководитель областного управления образования Асхат Аймагамбетов в августе этого года был назначен исполняющим обязанности вице-министра образования и науки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. К такому сроку Темиртауский городской суд приговорил бывшего директора предприятия ОГЖИТ-ПСТ Ерлана Утешева. Руководитель государственного коммунального предприятия обвинялся в приобретении ржавых труб для теплоснабжения Темиртау. Судья Темиртауского городского суда Айдар Михибаев пришел к выводу, что вина бывшего чиновника доказана экспертизами, аудиоматериалами в результате прослушки служебного телефона Утешева и показаниями второго подсудимого, который дал изобличающие сведения по факту махинации с трубами. По версии следствия, Ерлан Утешев в сговоре с Андреем Скляренко осуществил закуп по завышенным ценам ржавых изношенных труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях в Темиртау. Подсудимый Утешев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, присвоении или растрата вверенного чужого имущества в группе лиц. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Напомним скандальную известность Ерлан Утешев получил после того, как в 2013 году совершил в пьяном состоянии смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина и пострадали два человека. В результате Утешев лишился должности начальника управления энергетики Карагандинской области, а также водительских прав на 4 года. Уголовное дело по факту ДТП было прекращено за примирением сторон. После взрыва в доме и гибели людей все котлы в поселке Шахан вынесли на улицу. Теперь отопительные котлы находятся на безопасном расстоянии. На строительство и обустройство автономных котельных потрачено 80 миллионов тенге спонсорских денег. Вот так теперь выглядят автономные котельные многоэтажных домов поселка Шахан. 80 миллионов спонсорских тенге было потрачено для того, чтобы вынести отопительные котлы из подвалов многоэтажек. В котельных работают 4 кочегара. Они прошли специальные курсы и получили свидетельства. Курочки, свидетельства о проверке знаний промышленной безопасности. Есть специальные фирмы, которые занимаются проверкой этих систем отопления, опрессовкой и все прочее. И на основании, скажем, курсов, после прохождения курсов по изучению правил безопасности, они получают свидетельства. И на основании этих свидетельств принимаются на работу и работают в этой котельной. Иначе говоря, с улицы никто уже кочегара не примет. На случай отключения электричества в мини-котельных предусмотрены циркуляционные насосы, которые работают на бензине. Давление в водонагревающей системе регулируют гидроаккумуляторы. Стоит отметить, что именно из-за отключения электроэнергии произошел рост давления в отопительном котле, которое затем привело к взрыву. Жители многоэтажек платят за отопление 160 тенге за 1 квадратный метр. В тариф заложены и зарплата кочегаров, и расходы на топливо. Здесь закладываются расходы на приобретение шлама, закладываются за фонд зарплаты, 4 кочегара, кассир, управдом. Затем шлам, 60-50 тонн идет в месяц. И потом закладываются расходы на электроэнергию, воду. И исходя из этого сложился такой тариф. И все же городские власти обещают, что скоро в Шахан придет центральное отопление. Строительство котельной было запланировано 3 года назад, но средства выделили только после новогодней трагедии. Центральная котельная, на сегодняшний день уже отделом строительства города Шахтинска уже проведен конкурс на корректировку проектно-смертной документации. На строительство котельной объявлен конкурс. Где-то в ноябре в конце будут итоги. А на сегодняшний день завершились уже на корректировку ПСД на внутренней квартальной сети. Уже завершены, договора подписаны, ведется работа. Трагедия в поселке Шахан произошла в ночь на 2 января. Обрушился подъезд многоэтажного дома. В день происшествия отключилась электроэнергия. Это привело к остановке насосов, системе отопления и повышению температуры в котле с последующим взрывом. В результате обрушения погибли 9 человек, в том числе двое детей. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свыше 33 килограммов гашиша изъяли полицейские у гостей Караганды. Сотрудники полка Дорожно-патрульной полиции МПС УВД Караганды задержали троих мужчин, которые разгуливали по ночному городу с двумя спортивными сумками, доверху набитыми гашишем. 19 октября внимание полицейских привлекли подозрительные мужчины с большими сумками. Заметив стражи порядка, они повели себя странно, чем еще больше заинтересовали полицейских. Задержанные оказались жителями Астаны и Жамбылской области. Остановлены трое мужчин, двое из них жители Астаны и один из Жамбылской области, у которых едят около 30 килограммов гашиш. На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовный кодекс Республики Казахстан, назначен с соответствующей экспертизой, проводится расследование. И к другим новостям. Университет исламской культуры Нур-Мубарак будет готовить квалифицированных теологов для Карагандинского региона. Соответствующий меморандум подписали Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, руководитель вуза и представители областной мечети. Подписание документа состоялось в рамках Республиканского молодежного форума, который стартовал сегодня в Караганде. Свои подписи под меморандумом поставили Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, ректор университета Нур-Мубарак Жуда Басюни, а также представитель духовного управления мусульман Казахстана в Карагандинской области Омер Загбе Кожа. Теперь в Университете исламской культуры будут готовить квалифицированных теологов для Карагандинского региона. Областной Акимат обязался оплачивать обучение студентов. «Стоимость составляет 500 тысяч тенге. Это и обучение, и проживание в Афжиите. В год. Из бюджета выделено в этом году 6,5 миллиона тенге. В этом году мы будем оплачивать 10 теологов. И, конечно, вручение состоится 10 декабря, посвященному к дню столицы. Это претенденты, которые уже обучаются, но платные основы. Мы будем их... Это в основном третий и четвертый курс студенты». «Молодежь за традиционные ценности» – именно так назвали организаторы Республиканский молодежный форум. А традиционными являются семья, патриотизм, межрелигиозное согласие и нетерпимость к различным проявлениям религиозного экстремизма. Выступая на открытии форума Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, большое внимание уделил семейным ценностям. «Стоит вспомнить, что в нашем национальном ходе понятия разводов не было и нет. Ну, это так далее. Но опираться на истоки и делать свою жизнь более осознанной – это идея духовной модернизации, как раз говорит о том, как сказал глава государства. «Рухани Жанру» – это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. Модернизацию не сделает один человек, или там пять тысяч человек, десять тысяч человек. Это дело в общее для всего народа, которое должно объединить всех нас, казахстанцев». Возрождая традиции и достижения предшествующих поколений, казахстанцы должны создавать условия для поступательного движения в будущее, заявили участники форума. Нынешнее мероприятие является диалоговой площадкой, где будут обсуждены вопросы, позволяющие повысить эффективность политики и социальных технологий, направленных на воспитание у молодежи, ориентации на традиционные ценности. «Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому я считаю, что в нашей стране должны быть побольше тех граждан, которые занимаются спортом, которые привлечены к учебе и стараются все время развиваться. Я поддерживаю таких людей и такую молодежь». В форуме принимают участие депутаты парламента, маслехатов, делегаты из других регионов республики, а также актив Карагандинской области. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном департаменте внутренних дел прошел специальный тренинг для молодых специалистов. В нем приняли участие шесть курсантов Карагандинской академии МВД. Подобные мероприятия проводятся ежеквартально. Их главная цель – обучить курсантов практическим навыкам раскрытия преступлений. «Неизвестный, убив таксиста, похитил денежные средства. На трупе имеется слепое огнестрельное ранение. Ваша задача – обнаружить следы, оставленные преступником на месте происшествия». Перед будущими следователями и криминалистами сцена убийства. Здесь, как в реальной обстановке, труп, в данном случае манекен, кровь, отпечатки пальцев и прочие следы преступления. Задача курсантов – все скрупулезно зафиксировать, отобрать пробы, провести анализ. Ведь порой незначительная деталь может вывести на след преступника. «Так, сейчас вы видите, номерами отмечены у нас следы. Все фиксируем по очереди». Молодым специалистам всестороннюю помощь оказывают опытные сотрудники, так называемые наставники. Многие из них сегодня на пенсии, как, например, ветеран органов внутренних дел, полковник в отставке Галина Васильевна Оленберг. Она отметила, что в раскрытии преступлений едва ли не главное место уделяется тщательному осмотру места преступления. «Потому что это следственное действие позволяет на первоначальном этапе собрать ту необходимую информацию, которая в дальнейшем поможет и будет способствовать успешному раскрытию преступлений. Конечно, безусловно, ребята приходят из вузов подготовленные, но в разной степени. И для того, чтобы скорректировать, более глубже направить их на изучение профессии, в ДВД организовываются такие занятия на полигоне». Среди участников тренинга не только курсанты. Лейтенант полиции Оселя Лимханова уже служит криминалистом в юго-восточном отделе полиции. Она считает, что такие занятия позволяют улучшить практические навыки. «Мы здесь обучаем, как изымать тросологические следы, как изымать биологические и дактилоскопические следы, а также, как изымаются следы обуви, как делается гипсовый слепок. Это все мы сегодня проходим. И такие задания нам...» Подобные занятия с молодыми специалистами проводятся ежеквартально. Но и в прочие дни криминалистический полигон не простаивает без дела. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Смена алфавита – явление, которое коснется каждого жителя страны. В Карагандинской областной универсальной библиотеке имени Гоголя за круглым столом собрались журналисты города, чтобы обсудить готовность к переходу на новый казахский алфавит. С момента обретения независимости в 1991 году вопрос о возвратах к латинице поднимался неоднократно. Каждый раз это были лишь разговоры, которые вызывали в обществе неоднозначную реакцию. Вопрос никогда не обретал форму официального документа, да и сложность перехода остужала многие горячие головы. Теперь настала пора конкретно разъяснять населению о переходе казахского алфавита на латинскую графику. В любом случае, в первую очередь, это вы, СМИ, должны как бы нести вот эту всю информацию в народ, да. И, наверное, все-таки, когда будут говорить редакторы, скажем так, или журналисты о том, что насколько важно вообще сам переход важен для нашего народа, я думаю, что люди еще больше начнут понимать, интересоваться этой проблемой, этой задачей, не сколько проблемой, а сколько задачей по переходу на латиницу. В обсуждении перехода на латиницу приняли участие Серик Сагантай, главный редактор журнала «Касым», Жанада Жанкаш, главный редактор газеты «Арка Акшама», Алмаз Муразахмет, автор новой версии журнала «Казыбекби», Аман Жангожин, ветеран журналистики. Переход на латиницу имеет множество преимуществ. Интеграция мирового пространства, простота доступа к достижениям стран, использующих латиницу. Но период перехода не будет усыпан розами. Надо объяснять гражданам, что меняется только графика казахского языка. Фонетика не будет меняться. Для этого журналистам необходимо усилить пропагандистские статьи и передачи, чтобы каждый казахстанец смог понять задачи перехода на латинскую графику. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Пензе против «Дизеля» за «Сарарка» играла не только «Фортуна», но и «Штанга» ворот. Именно так прокомментировал матч наставник карагандинцев Александр Соколов. 23 октября «Сарарка» провела первую игру в выездной серии. Матч завершился со счетом 1-3 в пользу карагандинской команды. В рамках высшей хоккейной лиги команды встречались 13 раз. В активе «Сарарки» 10 побед и 3 поражения от пензенского клуба. Разница забитых шайб 39-20. В минувшем сезоне карагандинская команда потерпела 2 поражения от «Дизеля». В Пензе 1-2 и с таким же счетом в Караганде. Так что в гости карагандинцы ехали с одной целью – победить и увести 3 очка. В первом периоде счет таки не был открыт. Во второй 20 минутке первую шайбу ворота хозяев забросил Даниил Ердаков. Спустя 12 минут игрового времени счет удвоил Константин Соколов. А еще через 4 минуты шайбу ворота пензенцев заколотил Артур Сарваров. Хозяева площадки, как ни старались, не смогли ничем ответить. И лишь в третьем периоде защитник «Дизеля» Даниил Мироманов не дал карагандинцам увести сухую победу. Комментируя прошедшую игру, наставник «Сарарки» Александр Соколов отметил, что получился захватывающий и в то же время напряженный матч. В пензе против «Дизеля» за «Сарарку» играла не только «Фортуна», но и штанга ворот. Определяющей стала третья шайба. Следующий матч на выезде карагандинская дружина проведет в Сарове с одноименным клубом. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин